Ребята, всех приветствовать на своем канале Как говорится, долг платежом красен Сейчас буду ехать и расскажу вам о том Потому что вы очень много спрашиваете Как получить приглашение от одной фирмы И поехать работать на другую фирму Как это все осуществить Технически, не технически, можно ли, нельзя И сегодня об этом поговорим Сейчас я в Германии Выезжаем и наслаждаемся немецкими автобанами И слушаем мой рассказ на эту тему Погнали Познаю я Так, все, выехали Можно и рассказать Значит, смотрите, ребята, давайте с самого начала Для чего нужно приглашение? Приглашение является основанием Для получения вами рабочей визы Для работы в Польше У меня есть на канале В той части, которая посвящена Просто эмиграции в Польше Очень много информации Я сейчас здесь где-то в уголочке Всплывет вам подсказочки Перейдите, посмотрите К кому еще интересно Посмотрите Там более подробно будет Значит, так Приглашение нужно для того, чтобы получить визу Является основанием Что такое основание? Основание это то, что должно быть с самого начала То есть не получаете визу А потом приглашение Как многие мне пишут Я вижу, что вы просто этого не понимаете А наоборот Вы сначала получаете приглашение Потом вы уже открываете На основе этого приглашения визу Правильно оно называется освещение С начала этого года Была введена Несколько изменена процедура И это освещение Теперь как бы и называется освещением Но является немножко другим Отличным от того, которое было раньше И оно звучит название Как освещение То есть это типа как бы Приглашение о намерении Трудоустроить иностранца Мне так же пишут Кроме украинцев Пишут и другие Другие народы Населяющие нашу землю Пишут не белорусы Россияне, грузины, армяне И Молдаване Пишут Ну то есть собственно Реально Хотя бы минимум По одному человеку Из Вышесказанных наций Мне написало Значит смотрите Ребята Вот это освещение Это Ну Несколько упрощенная Система трудоустройства Граждан В В Польше Она Касается всех Постсоветских стран И чтобы их не перечислять Я скажу Что всех постсоветских стран Христианских Ну Это единственное Ну Это нигде не звучит Просто Глядя на список Этих стран Я вам могу сказать Что это единственное Что их объединяет То есть уже для жителей Там Азербайджана Узбекистана Киргизстана И так далее Тогда дальше в Азии Ну Таких уже правил нету Будут какие-то другие Способы трудоустройства То есть А вот это Все годится Для грузин Россиян Армян Молдаван Белорусов Украинцев Ну и так далее Всех Кто вот Исповедует Грубо говоря Христианство Ну потому что Потому что так В Польше Далее То есть с этим разобрались Как получить это приглашение Вообще Это С этого года И раньше это был Бесплатный документ С этого года Это уже не является Бесплатным документом Он стоит 30 злотых 30 злотых Ребят Это Около 10 долларов 8 наверное Так где-то приблизительно Которые теперь платит Работодатель До 2000 До 1 января 2018 года Это был бесплатный документ Согласно Согласно Этому документу Вы должны Прибыть К работодателю И начать Работать Он должен После того Как вы к нему Прибудете Сообщить В течение 7 дней Что вы Прибыли Или сообщить Что вы не Прибыли И соответственно Дальше пойдут Какие-то меры Это так Все в теории На деле Все работает Следующим образом Например В Украине Очереди В некоторых Визовых центрах Где подаются Документы На изготовление Визы Такие Что Ну просто Колоссальные Например У меня было Вот это Этот документ У меня был С 1 марта Я уже как бы Должен был Быть на работе В Польше Но у меня Подача была В конце апреля Только на визу И в итоге Я только 7 или 8 мая 7 мая Я въехал В Польше То есть Документ Был выдан 30 Ну Стартовал С 1.03.2018 А я въехал 7.05 И ничего Как бы не произошло На границе Все в курсе О том Какие там Эти посмотрели Уточнили У меня Я еду на работу Я сказал Да Даже там Ну я ехал поездом Там так сильно В общем Поездом не шмонают Как автобусами Автобусами там Всегда сложнее И дольше Поэтому я больше Не хочу ездить Автобусами Теперь у меня Только в прерогативе Исключительно Поезда И самолеты Самолетами Еще не на льта Но все впереди Далее Как же его получить То есть Теоретически Вам нужно Найти работодателя Который Согласен Вас взять на работу Он вам Высылает Этот документ Почтой Вы идете Открываете Визу И едете И едете На работу К этому Работодателю Но Как знаете Гладко было На бумаге Да забыли Про овраги Также И здесь Все получается Ну Вы меня Услышали Да Что я сказал Что бумага У меня была 31 марта Приехал я В Польшу 7 мая То есть Прошло Чуть ли не Полтора месяца Если в каких-то Сферах Заводах И фабриках Еще можно Спокойно Найти Работодателя Который Сделает вам Это в принципе Бесплатно Потому что Там будет Востоянная Текучка И Ну Как бы Там всегда Нужны люди Независимо От того Когда вы Приедете Через месяц Или через Два месяца Ну и Ребята Соответственно Так как я приехал На полтора месяца Позже У меня Было и визы Не полгода Уже А 124 дня То есть Это 4 месяца И 4 дня Соответственно Как бы Вот этот срок Весь тоже Уменьшился Ну и далее Если же Идет разговор О транспорте Об этой категории Трудоустройства То здесь Несколько иначе Транспорт Это бизнес Ну все бизнес Ну транспорт Это такой Бизнес Который Зависит От движения Движение Это жизнь Движение Это деньги То есть Машина Не будет Вас Стоять И ждать В больше Месяц Или полтора Потому что Человек Столько денег Потеряет На простой Автомобиле Что вы Ему просто И даром Потом нужны Не будете Даже если Вы потом Наверное Пару месяцев Бесплатно Отработаете Человек Эти деньги Не вернет Вот Поэтому Тут Нужно Понимать Что В принципе Никто Вас Особо Вам Из транспортной Сферы Не будет Выдавать Эти Приглашение И ждать Вас Пока Вы Соизволите Не важно По каким Причинам Явиться Для работы И вследствие Этого Нужно Как-то Решить Эту Проблему Решается Она Следующим Образом Это Приглашение Вы покупаете Так Скажем Левое И есть Тут Несколько Вариантов Вы можете Купить Либо Совсем Левое То есть Это У людей Которые Грубо говоря Открывают Ну Часто Украинцы Или Прочие Другие Которые Подходят Под Хэштег Наши Вот Или Украинцы Или Какие-то Другие Наши Открывают Фирмы Которые Фактически Ничем Не Занимаются И Начинают Штамповать Вот эти Вот Приглашения И Заниматься Их Продажей Эти Фирмы Очень Быстро Попадают В поле Зрения Соответствующих Польских Служб После Чего Когда Вы Через границу Ну Как бы Большая вероятность Того Что у вас Будут Проблемы Потому Что Там Уже В курсе Что Это Какая-то Фирма Однодневка Или Там Ну Не Однодневка Но Может Там В этом Роде И Соответственно У вас Могут Возникнуть Проблемы То есть Там Там же Тоже На Границе Не Дураки Все Все Понимают Не Думайте Что Вы Самый Умный Или И Все Дураки Одновременно Вот И Далее Идем Следующим Образом Можно Сделать Так Договориться С Какой-нибудь Фирмой Может Это Будет Агентство Которое Занимается Трудоустройством На Фабрике Заводы Склады И Так Далее Договориться С ними Что Вы Тут Очень Внимательно Просто Остальное Додумайте У кого Нет Ну Головы Переслушайте 10 раз Просто Я не буду Вам Говорить Эти схемы Так Вот Вообще Публично То есть Вы Должны С ними Договориться Что Вы Будете О Помахали Детям Друг Другу Вот Вы Должны С ними Договориться Что Вы Будете У них Работать Но К ним Не Поедете В общем Итоге То есть Они Вам Приглашение Ну Я думаю Что Уже Минимум За 30 Злотых Они Вам Вы Вы Но Вы Не Поедете К ним На Работу Потому Что Это Приглашение Это Намерение Об Трудоустройстве Иностранца А Знаете Такую Фразу Обещать Не Значит Жениться То же Самое Касается И Этой Этой Ситуации Вы Ну Как Бы Это Не Феодальное Государство Польша То есть Нет Рабства Его Уже Отменили Крепозного Права И Прочее То Вы Вольны Выбрать Себе Другую Работу И Вы Пользуйтесь Здесь Этим Правом Вы Просто Берете Выбираете Себе Другую Работу Вот И Все Но При Этом Будьте Готовы К тому Что Ваш Работодатель Несостоявшийся Который Выдал Вам Этот Боже Как Красиво Так Высокий Такой Мост Ох Еще Река Внесу Вообще Виноградники На склонах А Это Мозель Понятно Немецкие Немецкие Виногельческие Регионы Просто Баржа Плывет Ну Вам Не передаст Мне видно Потрясающе Вот И Вы пользуетесь Этим Правом Идете К другому Работодателю Но Должны Быть готовы Что Ваш Несостоявшийся Работодатель Пойдет В ужин Братцы И Сообщит О том Что Вы Не Приехали И Отменит Это Ваше Приглашение Ну То есть Его Действия Смотрите В чем Прикол Если Вам Новый Работодатель Не Сделает Новое Такое Приглашение А он Обязан Это Сделать И Вы С Этим Старым Пересечете Границу Вам Нужно Прийдя К Новому Работодателю Чтобы Он Сделал Новое Такое Вот Освечение Вот И Все Когда Он Сделает Новое Освечение Никаких Проблем Нет Все Вы Работаете Уже У Нового Работодателя Все Законно И Не В Ограниченных Количествах Сейчас Вроде Как Тремя Но Я Точно Не Уверен Кому Интересно Найдите Уж Там Совсем Почитайте Но Я Думаю Что Этого Будет Достаточно И Здесь Главное Как У кого Его Купить Это Самое Приглашение То Если Вы Будете Покупать Как Я Сказал У Какой Фирмы Однодневки Или Еще Чего Ну Таких Дельцов Есть Большая Вероятность Того Что Вы Попадете В Просак С Этим Всем И Потратите Еще Деньги Что Касается По Поводу Каких Агентств Так Далее Многие Даже Крупные Агентства К Моему Удивлению Не Чураются Этим Бизнесом Или Может Отдельные Их Представители Продают Себе Эти Приглашения Цена Значит Составляет Следующим Образом Лично Я Своё Приобрел За За 1300 Гривен 1300 Гривен Ну что Это Около 50 Долларов Да Где-то Такого Плана Ну Наверное Около До 50 Долларов Это Стоит Ну Плюс Минус Там Так Что Такая Вот Информация Друзья Где найти Людей Которых У которых Можно купить Я честно говоря Не могу вам сказать Я так нашёл Мой товарищ Занимался Этим А теперь Не занимается Он просто работал В польском агентстве И он сделал Мне это За деньги Вот И Ну теперь он уже Там не работает Потому что Агентство Занималось Вообще Много Много Какими делами И их просто Прикрыли Вот А А где вам найти Ну Интернет полон Этого всего Так что Можете поискать Единственное Что Ну Смотрите Как Как там вам Чтобы не попасть На каких-то Дикие Животные Как это Сказать Шахраи Каких-то Злоумышленников Которые Просто возьмут С вас деньги И ничего Не Вам не Пришлют А потом Если у вас Возникают Вопросы На тему А как Получить Его Это Приглашение Оно уже Сделается В Польше Но Они Передают Автобусами Почтой Могут Вам Выслать Обычной Почта Идет Где-то Около Двух Недель Поэтому Если Если Кто-то Там Из Беларуси Из России Я думаю Что вам Так же Само Как и Украина Около Там 10-14 Дней И вам Придет Но Я думаю Как-то Активизировались Россияне Не знаю Пишут Мне Очень Много То Пожалуй Я думаю В европейскую Часть России То вам Тоже Где-то Так Придут А вот Люди Люди Из Дальнего Востока Даже Как бы Активизировались То я думаю Вам там Дольше Будет Ну и Я не знаю Имеет ли Вообще Смысл Вам Ехать За 3-9 Земель Ну В полном Смысле Этого Слова Так что Такая Информация Вот От меня По поводу Всех Этих Приглашений Как получить От одного Работодателя И пойти К другому Я вам Рассказал Делайте Выводы Действуйте Желаю Вам Успеха И до Новых Встреч На канале Кому Видео Было Полезно Не забываем Ставить Пальцы Вверх Ребята Пишите Свои Вопросы В комментариях Кого Еще Что Интересует Буду Снимать Отвечать На Вопросы Ну и До Субтитры 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 сделал DimaTorzok